Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжаем серию тем, что произойдет вскоре, библейские пророчества. Сегодня мы сосредоточимся на библейских временах, чтобы понять, какая мировая столица будет править системой мирового порядка. И в прошлый раз, если вы помните, мы поговорили о том, что в Библии звери символизируют государство, царство. И мы с вами определили 8 зверей, которые есть в Библии. То есть это Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим. Это книга Даниила, 4 зверя. И в книге Откровения мы пытались также отождествить 4 зверя. И мы нашли, что зверь первый – это система, которая является всемирной, религиозной системой. Это Рима, католическая церковь. Второй зверь, двурогий – это Соединенные Штаты Америки. Третий – это некая мировая столица. И сегодня мы как раз будем делать некоторые шаги, чтобы понять, а что же это за мировая столица. И восьмой зверь мы с вами исследовали и смотрели, что многие переводы говорят «из числа семи». Но оригинал позволяет нам перевести восьмой, из которого семь. И таким образом мы отождествили, что это древние змеи, дракон, дьявол и сатана, который явится в конце времени. Но вот, чтобы сегодня нам понять и сделать исследование, провести аналогии, чтобы понять, кто этот зверь седьмой. Потому что в нашей последовательности мы не можем пока еще отождествить и назвать. Вернее, как я и не сделал это в собрании, в церкви, потому что для многих это немножко может быть шоком. Я хотел бы показать логическую цепочку, как к этому прийти, а потом уже сделать вывод. Я не буду спешить, буду потихонечку излагать. Поэтому если вы хотите посмотреть, может быть, быстрее, то на ютюбе есть такая функция включить на удобной скорости в гораздо быстром таком темпе. Итак, сегодня мы поговорим о выражении, которое трижды употребляется в Библии. Выражение, которое звучит как «время», «времена» и «полувремя». Здесь традиционное понимание этого выражения берет свое начало от отцов церкви. И традиционно понимают его, что это 1260 лет. Исходя из чего? Исходя из того, что первое время в еврейском понимании или значении слов может обозначать год. Соответственно, времена это может быть два или больше года, ну, по крайней мере, два. И полвремени, соответственно, полгода. То есть, получается, если это месячный цикл в 30 дней в еврейском календаре, то получается, что время это 360, времена получается 360 и еще раз 360, и полвремени, соответственно, половина. И в сумме получается 1260 дней. Ну, пророк Иезекииль, он говорит, что «день за год я определил тебе». Ну, и это такая формула, которая употребляется в исчислении библейских пророчеств. Поэтому давайте мы посмотрим на это выражение, как еще можно посмотреть на него, и как его можно интерпретировать. И вначале посмотрим, что, также посмотрим, вернее, что есть определенные проблемы, когда мы толкуем и понимаем, что это как 1260 лет, то мы сталкиваемся с определенными проблемами. Во-первых, давайте прочтем эти выражения. Даниила, 7 глава, 25 текст. «Против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени». Это первое. Раз мы встречаемся с этим выражением Даниила, 7, 25. Следующее также записано у Даниила, 12 глава, 6 текст. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находящийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени, времен и полувремени, по совершенному низложению силы народа святого, все это совершится». Это второе выражение, второй раз употребляется в книге Даниила. И далее мы находим это в книге Откровения, 12 глава, 14 текст. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени». На основании вот этого последнего текста можно рассматривать, что действительно время, времена и полувремени можно отождествить с 1260 дней или лет. Почему? Потому что 12 глава книги Откровения, она имеет хиастическую структуру, ну, простым языком, это когда главное помещается в центр, а мысли выстраиваются таким образом, что первая мысль соответствует последней, вторая – предпоследней и так далее, сужаясь к центру, это как семисвечник, и в центре самое главное. Такова еврейская мысль. Многое в Библии написано именно таким образом. Так вот, «Время времен и полувремени» как раз соответствует 12 главе 1260. И исходя из этого, можно сказать, да, что «Время времен и полувремени» оно имеет значение 1260. Но я бы хотел обратить внимание, что если мы только так понимаем, то мы встречаемся с определенными проблемами в этом толковании. И проблема тогда в том, что несостыковочки получаются. В чем же эти несостыковочки? Во-первых, эти несостыковочки в том, что в книге Даниила, 12 глава, 6 текст, говорится следующее. «И слышал я, как муж льняной одежды, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени, времен и полувремени, и по совершенному неизложению силы народа святого, все это совершится». Обратите внимание на эту фразу. «По совершенному неизложению силы народа». Если мы понимаем 1260 лет, период, время, времена и полувремени, и толкование действия малого рога из 7 главы книги Даниила, и толкование книги Откровения первого зверя из книги Откровения, который тоже правит 42 месяца, то мы приходим к такому пониманию, что с 538 года, когда в управлении Рима практически сменились цари или кесари, на преемниками их стали римские понтифики или римский в свое время пресвитер, а затем это уже были папы, то мы приходим к 1798 году, когда папской власти была нанесена смертельная рана, согласно книге Откровений. И этот период с 538 года по 1798 год, он как раз и соответствует 1260. И в исторической перспективе это да и аминь. Но если мы время, времена и полувремени только отождествляем с этим историческим подходом, тогда мы попадаем в проблему толкования этого текста, потому что здесь написано «по совершенном низложении силы народа». Но, как мы знаем, что народ позже – это в то время движение реформации, в то время, скажем так, еще до того, как папству была нанесена смертельная рана, и папа Пий был взят в плен генералом Бертье Наполеона, то было движение пробуждения, движение реформации, движение, когда Библия была поднята на должную высоту, и люди обращались к Священному Писанию. И здесь происходили и военные столкновения, отстаивая истину, люди с оружием в руках даже выступали. Но с этого времени, как бы наоборот, движение реформации набирает силу, и истина распространяется во всем мире. А Писание говорит так, что «по совершенном низложении силы народа». То есть, получается, что этот текст, он как бы не вписывается в этот подход. И есть еще один момент. Больше, конечно, эти все вещи, они описаны и проговорены, особенно церкви адвентистов седьмого дня. Вы можете с этим познакомиться. Я не останавливаюсь на этом подробно, но хочу, чтобы мы не потеряли эту мысль, потому что нам важно отождествить, что же значит время, времена и полвремени. Еще одна проблемка, с которой мы сталкиваемся, это слова, записанные в книге «Откровение», 13 глава, с 5 по 8 текст. Описание первого апокалиптического зверя, или пятого по счету в общем числе. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить ими его, и жилища его из живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». То есть, опять-таки, мы имеем проблему. Если это только касается периода 1260 лет, и это одно и то же, то что время, времена и полвремени, то в этом тексте мы сталкиваемся с проблемой, что этот зверь ведет войну со святыми. И ему дано победить их. Но получается, что наоборот, как бы, произошло. И на сегодняшний день протестантизм имеет доброе влияние. И истина сегодня возвеличена, и многим доступно священное писание. И также, видите, здесь написано, что поклонятся все живущие на земле. То есть, получается, что по исполнении 1260 лет не произошло так, что все поклонились. То есть, получается, что мы не можем, вот на основании даже двух этих текстов, подходить к тому, что время, времена и полвремени, это только 1260 лет. Но почему я говорю, что только? Потому что второй такой момент, на который я хотел бы обратить внимание, прежде чем нам подойти к пониманию, что такое значит время, времена и полвремени, это момент того, что время, времена и полвремени нельзя рассматривать только в одном измерении. И для этого у нас есть основание Библии, основание в библейских пророчествах. То есть, что я хочу сказать, что библейские пророчества часто исполняются дважды и даже трижды. И каждая порой история и пророчество, оно имеет значение, и его можно смотреть в трех измерениях. Например, всем известная 24 глава Евангелия от Матфея. Ученики подходят ко Христу и говорят, посмотри на этот храм, на это здание, на эти камни, как вот все здесь красиво. А Иисус говорит, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И ученики были озадачены, они задают вопрос, когда это произойдет, когда это случится. И когда Христос говорил в 24 главе Евангелия от Матфея, сегодня многие соглашаются с тем, что Он говорил, по крайней мере, о двух событиях. Первое – это то, что произошло в 70-м году, после рождения Иисуса Христа, когда Рим был разрушен римскими войсками. Второе – это Его пришествие, когда вся земля и все, что здесь находится, будет разрушено. И вот в перспективе исторической такой, здесь я вынужден использовать еще один термин, но мы немножко к нему вернемся, чтобы понять, о чем здесь идет речь. Адвентисты седьмого дня рассматривают, что пророчество 24 главы Евангелия от Матфея, они исполнились, в частности, в 18-м веке, в 19-м, когда было исполнение слов «звезды спадут с неба», когда падали метеориты так, что ночью можно было читать газету, когда необъяснимым образом солнце померкло, и луна стала кровавого света. То есть это было все накануне 1844 года. И это тоже особое событие, которое, я думаю, мы еще коснемся. Мне очень сложно, потому что я оперирую данными, которые уже много о них сказано, но думаю, что те, которые будут смотреть и слушать меня, они могут незнакомы быть с этим. Но потихоньку, постепенно мы разберемся. Я все-таки веду мысль к тому, что Евангелие от Матфея, 24 глава, оно исполнилось уже как дважды, потому что не останется здесь камня на камне, когда Он говорит Иисусу, что восстанут лжепророки, лжемессии, глады, моры, землетрясения по местам, что это исполнилось в период жизни поколения Иисуса и апостолов, потому что Христос сказал, не пройдет род сей, как все это исполнится. И вместе с тем это исполнилось в исторической перспективе. И есть тоже определенные факты, о которых я упомянул. И вот третий момент, это то, что, скорее всего, это еще исполнится перед самым пришествием Иисуса Христа. И вот этот подход, или этот ключик Евангелия от Матфея, 24 главы, он дает нам понимать, что и на другие события, на другие пророчества мы можем посмотреть в такой же перспективе. Ну, например, еще один момент, это книга Иезекииля. И здесь мы с вами можем прочитать 28 глава с 11 текста. Здесь сказано так. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, сквизолит, коникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовленное было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то. Ты был на Святой Горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутренняя твоя исполнилась неправда. И ты согрешил. Я низвернул тебя, как нечистого с горы Божьей, и знал тебя херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих и неправедной торговли твоей ты осквернил святилище твоей, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знающие тебя, все знавшие тебя среди народов изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Вот этот текст, мы видим в нем, что идет обращение к царю Тирскому, но вместе с тем здесь также написано херувим осеняющий. Это получается как бы два в одном. И это справедливо относительно Тира и относительно того, что произошло с ним в истории, потому что этот портовый город по сути дела перестал существовать, и это пророчество можно также отнести к тому, что произошло. И это пророчество во втором измерении можно отнести к херувиму осеняющему, то, что произошло на небе. Люцифер херувим осеняющий стал сатаной, противником Божьим. И здесь вот как раз речь идет о нем. Это два измерения. Есть ли третье измерение? Но эти слова можно применить также каждому человеку, который призван быть святым, который призван к тому, чтобы осветиться, присоединиться к Божьей семье, но тот, который отверг Божью милость, Божью благодать, и тот, который последовал по пути, скажем, царя Тирского, пути херувима осеняющего. То есть мы видим, что здесь есть три измерения. И фактически мы можем понимать, что и время, времена полувремени мы можем рассматривать также в нескольких измерениях. И если первое измерение это 1260, и есть к тому основание как бы лингвистическое, то, что мы уже озвучили, что в еврейском это как год время, и как время, как в общем время. Также в Библии мы видим, что на основании построения текста из книги Откровения, что 1260 лет, дней, они перекликаются 1200 время, времен и полувремени. Но также мы можем посмотреть немножко еще и в другом измерении. Какое это измерение? Давайте мы посмотрим глобально то, что касается время, истории Земли. Если вы посмотрите первая часть или первый этап, это можно посмотреть допотопный мир. Это время около 2000 лет от сотворения Земли. И практически это люди одного, двух, трех поколений. Это похоже на то, как Христос говорит, не пройдет род сей. И мы видим, что эта цивилизация, этот мир прекратил существование с потопом. И далее со времени потопа наступают как бы времена. И это период, который примерно 2000 лет до рождения Христа, 2000 лет после рождения Христа. и примерно оно соотносится или созвучно с тем, что рассматривать как время, времена и полвремени, как год, два года и полгода. И здесь получается, что один период 2000 лет, потом два периода исторические до Христа 2000 лет и после Христа 2000 лет. И последнее время некая период полвремени, в который я думаю, что мы вошли или входим, это некий период полвремени, который предстоит еще совершиться различным событием. И так вот глобально мы можем посмотреть, что время, времена и полвремени это период жизни до потопа, это период жизни повторяющихся царства, событий, как Соломон говорит, нет ничего нового под небом, но что было, то и будет. И последний период времени, конец времени, или полвремени, то, что ожидает еще впереди. И еще здесь конечно очень важный аргумент, который мы рассмотрим в следующий раз, это пророчество Даниила. Вот в нем конкретно мы можем увидеть, что три периода это можно рассматривать как три периода согласно Евангелии от Матфея 24 главы. То есть Христос говорит, не пройдет род сей и потом в исторической перспективе это исполняется и непосредственно перед пришествием Иисуса Христа. Так и книга Даниила. В следующий раз я подробно остановлюсь на этом. Не хочу нагружать сразу все в один присест, но мы сможем увидеть, что 10, 11, 12 глава она простирается от времени Даниила и до самого второго пришествия Иисуса Христа. И там я вместе с вами хочу посмотреть временные такие маркеры которые указывают на то, что есть время Даниила не пройдет род сей то есть разрезе одного поколения затем в исторической перспективе времена и в перспективе последнего времени или полвремени или конец времени и что еще сегодня на что я хотел бы обратить внимание что мы можем себя загонять в определенные рамки в подходах исследования священного писания потому что по книге откровения существует несколько подходов в ее понимании и одни говорят что это все должно произойти в будущем и назвали его футуристический подход рассматривать что будет в будущем футуру другие говорят что все это уже исполнилось и это такой подход претеристский то есть то что было до этого третьи говорят что нужно рассматривать исторической перспективе и как бы между этим всем существует спор непонимания есть еще также один подход символический они рассматривают что все описано это символы и необходимо понимать значение символики и правильно ее применять так вот я все-таки думаю что вот период время времена и полвремени если рассматривать с точки зрения исполнения в жизни одного поколения опять я возвращаюсь к 24 главе Евангелия от Матфея это исполнилось потом мы можем рассмотреть в исторической перспективе это не только скажем 18-19 век но если вы посмотрите периоды средневековья там тоже были события которые считали что вот уже конец времени приблизился то есть в истории это повторялось и здесь мы можем взять опять-таки отсылку к словам Соломона все что было то и будет нет ничего нового под небом то есть в истории как бы период времена это то что повторяется постоянно те или другие события и последний период это апокалиптические или эсхатологические события то что должно еще исполниться так вот я думаю что мы можем смотреть на пророчество и с точки зрения трех измерений то есть что исполнилось что в исторической перспективе исполнилось или должно исполниться и что должно исполниться в будущем и что касается символизма то здесь тоже есть определенные подходы которые нам важно было бы рассмотреть и увидеть где символ а где символа нет и вот подтверждение этой мысли еще хотел бы привести то что книги откровения названа Вавилоном если например мы читаем пророчество книги откровения Пал-пал Вавилон город великий с точки зрения того как Иоанн только написал и поколение первых христиан то мы можем понимать что речь идет конечно же о Риме потому что первом своем послании Петр передает привет из Вавилона как известно Петр совершал свое служение в Риме согласно преданий ну и это с этим согласны многие библейские комментаторы в этом нет никакого спора то есть первые христиане не понимали что Вавилон это Рим сегодня когда мы открываем понимание того что Вавилон это смешение мы понимаем что смешение истины с заблуждением мы можем рассматривать это в исторической перспективе когда место которое принесит только Богу и Господь только есть истина и Он открывает истину народу своему то на это место стал другой человек который назвал себя Папой главой всех верующих и эта церковь она провозгласила себя истиной та которая несет истину на самом деле мы видим что эта церковь государство на сегодняшний день она смешала истину с заблуждением ни для кого не секрет что закон Божий изменен ими заповеди изменены и множество заблуждений вошли благодаря этой церкви но это отдельная тема и так это второе измерение это Вавилон как система Вавилон как та система которая напаяет вином Вавилона живущих на земле но если это исполнилось дважды то почему это не может исполниться трижды как например Евангелие от Матфея и таким образом мы понимаем что время времена и полвремени можно рассматривать как в разрезе одного поколения в разрезе исторической перспективы и в разрезе последнего времени полвремени здесь можно также посмотреть еще и на обращение Иисуса к церквам это церкви которые находились в Малой Азии и если посмотреть на обращение которое Иисус делает через Иоанна в книге Откровения то мы понимаем что это реальные церкви и в них были реальные руководители церкви и к ним было обращено то что написано в точке зрения исторической мы также понимаем что эти церкви даже на карте они изображены как на циферблате и идет такое движение от одной церкви к другой как на циферблате и таким образом мы видим что в исторической перспективе это вполне справедливо исполнилось в жизни глобально церкви от той чистоты к постепенному отходу и заблуждениям и возвращение к истине и это вторая перспектива это второе измерение пророчества книги Откровения и здесь уже мы понимаем что используется символ то есть если первом случае это реальные церкви то во втором случае это символические церкви и если мы смотрим с точки зрения сегодняшней то мы увидим что сегодня есть различные общины есть различные христианские конфессии и это обращение Господа оно вполне можно отнести к современным церквам к существующим последователям Иисуса Христа и таким образом мы имеем уже вот три перспективы и вот последняя она символическая или буквальная как ее понимать но это то над чем еще стоит поработать и исследовать поэтому когда мы говорим о подходе к библейским пророчествам то я думаю что мы не должны себя загонять в тупик и спорить что только исторический подход или спорить нет это все было в прошлом или говорить нет только в будущем или только символизм но я думаю что правильный подход это когда мы в комплексе смотрим на это все и пытаемся понять священное писание когда библия сама себя истолкова поэтому сегодня вот я бы хотел таким общим пониманием общим рассуждением о понятии время времена и полвремени подвести к более конкретным и детальным то что мы рассмотрим в следующий раз в книге Даниила 10-11-12 глава поэтому не пропустите следующую встречу если вам интересно не забудьте подписаться на этот канал поставить лайк поделитесь пожалуйста этим видео еще раз хочу сказать что это видео оно адресовано прежде всего для тех которые читают священное писание потому что я уверен что те которые слушали предыдущее видео и слушают это не все им понятно но вместе с тем я думаю и стараюсь говорить просто объясняя не спеша чтобы даже те которые не знают священное писание они могли вникнуть в это чтобы они могли прочитать исследовать и понять о чем идет речь и разобраться в том что нас ожидает в будущем итак давайте подведем итог о чем мы сегодня говорили мы говорили о том что время времена и полвремени это три выражения в Библии и мы говорили что если подходить только как с точки зрения истории 1260 лет мы попадаем в определенную проблему толкования текстов если мы рассматриваем время времена и полвремени как глобально подход время одного поколения до потопного времена как исторические события повторяющиеся и полвремени то что будет непосредственно перед пришествиями Иисуса Христа тогда нам легче понимать и применять Священное Писание и мы указывали что в Библии есть для этого основания Евангелие от Матфея 24 глава приводили пророчества о царе Тирском и о Люцифере мы также говорили о Вавилоне из книги Откровения что трижды это исполняется мы говорили также и обращение Христа к церквам что это трижды исполняется и вот таким образом мы пришли к выводу что время времена и полвремени мы можем рассматривать не только как рассматривали это отцы церкви 1260 лет но и как период одного поколения как период исторический то есть нескольких поколений и период последнего последних событий Земли которые можно назвать полвремени спасибо вам за просмотр что вы прослушивали буду благодарен за конструктивную критику вопросы потому что в дальнейшем мы сможем коснуться ответа на вопросы и то что мне понятно и известно я с тем могу поделиться то что непонятно мы будем озвучивать вместе эти вопросы ну и вместе с тем опять повторю что просмотрев вот те первые видео люди неверующие они ожидали что вот я скажу сразу в первом видео что нас ожидает в будущем что вот некий пророк появился я сразу сказал что я не пророк и не сын пророка но я исследую библию и у меня есть чем поделиться и вот этот подход время времена и полвремени я думаю что это ну то что на что нам стоит обратить внимание потому что по крайней мере я не слышал ни от кого об этом никто не говорил и поэтому мне сложно было это озвучить потому что это новая мысль и естественно что люди будут по-разному реагировать на это но вместе с тем Бог дал силы мудрости чтобы это проговорить и я думаю что дальше мы пойдем и посмотрим каким выводом мы можем прийти согласно этого подхода всего вам доброго и Божьих благословений